Привет всем! Вы на канале Валари Лайф. Сегодня второй день, идет дождь очень пасмурно и мы решили с Лизой проехаться по магазинам. На сегодняшний день будет всего лишь два магазина. Один – это магазин «Сток», монреальские девочки, очень многие монреальские девочки, особенно те, которые живут в этом районе, отлично его знают, а второй магазин – это будет «Виннерс». Так как скидки в полном разгаре, мы едем посмотреть, что же есть в этих магазинах. Поехали! Первый магазин – это «Сток» магазина «Ардем», за что я люблю именно этот «Сток», потому что здесь можно всегда найти что-то интересное и здесь всегда минус 80. то есть можно найти что-то интересное и очень дешево. Сейчас пойдем посмотрим, что там есть. Я хотела бы себе посмотреть очки, потому что у меня поломались все очки, но что-то новое из купальников. Пойдемте. «Сток». Так, сразу идем в отдел очков. Что-то я, к сожалению, не нахожу ничего похожее на очки. Боже, такой маленький стенд очков. Да, в этом году с очками не везет. В свое время в этом магазине был огромный выборок таких классных балеток, но вот уже несколько лет ничего подобного, к сожалению, они не завозят. Ну вот мы закончили в «Арден». «Сток». Сегодня мы выбрали несколько спортивных бюстгальтеров, пару купальников. «Сток». Как всегда, девчонки, много балеток. Балетки стоят 2,90. Сейчас еще покажу. Так, еще. И куча всяких украшений на волосы. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... В итоге выглянуло солнце и на улице стало очень-очень жарко. Я поняла, что я оделась, к сожалению, не по сезону. Девчонки, чтобы не снимать дополнительно еще одно видео, я сейчас хочу показать, что же я купила. В Винерсе я купила только шляпу. Я решила не брать кремы и маски под глаза, но как-то... Короче, купила только шляпу. Вот, так что теперь я уже не завидую своим знакомым девчонкам, у которых есть красивые шляпы. Я к пляжному сезону готова. Мне так она нравится, она так классно на мне сидит. И она закрывает полностью лицо. И так вот плотненько она сидит, что если будет небольшой ветер, то она никуда не денется. Вот. И, конечно, акцент... Основной акцент был сделан на сток Орден. В этот раз я слегка разошлась. Значит, я купила несколько очков. И получается, я купила четверо очков. Девчонки, потому что цена просто смешная. Они у меня или теряются, или малыш ломает. Поэтому я взяла четыре варианта, четыре модели очков. Это сочет три пары. Вот. Но система этого стока... Точнее, маркетинговая система этого стока довольно-таки интересна. Очки стоят доллар. Но на доллар нужно набрать десять штук. Там физически не было десять разных мотелей. То есть, десять штук это много. Поэтому, чтобы эти очки вышли нам по доллару, пришлось добирать чем-то другим. Ну, мы выкрутились и набрали огромное количество всевозможных обручей и ободков, которые будет носить Лиза или я. Лиза взяла себе вот такие ободки с ушками. Несколько цветов. Золотистый, серебряный и розовый. Дальше, как я уже говорила, я не прошла мимо балеток. Девочки, балетки по три максимума. Вот это, наверное, самые дорогие. Они были четыре доллара. А вот эти балетки три доллара. И, возможно, кто-то скажет, ну, вот три доллара так и будут носиться. Нет, девчонки. Ну, конечно, если бы у меня была одна пара этих балеток, то, возможно, бы они очень быстро бы у меня порвались и пришли в свою негодность. Но так как я покупаю сразу минимум пять моделей, то, если честно, они у меня отхаживают три сезона. Ну, три сезона я имею в виду, ну, как три года, да. Вот только начинается тепло и до холодов. Дальше я не прошла мимо купальников. К сожалению, в этот раз было только низ и вверх, а фактически не было. Но мне удалось найти два варианта. Первый вот такой полосатый, а второй вот такой коралловый. Ну, просто для того, чтобы освежить свою коллекцию купальников. Также я взяла парочку спортивных бюстгальтеров. Ну, как бы они лишними, честно говоря, у меня никогда не бывают. Я вечно куда-то их засуну и когда нужно не могу найти. Еще одни балетки, также три доллара. Балетки. Ну, и сейчас такая тенденция, когда низ купальника отличается от верха. Мне очень понравились эти. Я еще даже не придумала, что у меня будет наверху. Надо найти теперь какой-то белый бюстгальтер. Ну, и обычный темно-синий. Шляпа. Ну, и еще один бюстгальтер спортивный. Тоже что-то в районе трех долларов. Ну, вот и все. Вот так мы сходили за покупками. Потратились, но не сильно, скажем так. Чуть-чуть вылезли за 100 долларов. Зато набрали огромное количество балеток. И обновили мои купальники. Балетки я брала как себе, так и маме в подарок. Поэтому так получилось дорого. Ну, относительно дорого. Потому что некоторые балетки я дублировала. Все, девчонки, если вам понравилось, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. А мы поехали домой. Пока.